Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день из Одессы. Я вот обратил внимание очень сильно, как город влияет на ментальность. Вот я был вчера в Тель-Авиве вечером, да? До этого в Иерусалиме, я живу в Иерусалиме. Вот Иерусалим, он такой духовно строгий, такой спокойный город. Очень реально чувствуешь вот эту вот святость, ворота в небо, храм стоял. То есть большинство людей религиозные, очень такие спокойные. Это Иерусалим. Приехали в Тель-Авив. Тель-Авив это что-то необычное, вообще очень необычное. Очень такое активное, активно необычное, такая прям машина такая. И каждый на своей волне, просто вот каждый конкретно такой источник энергии, с одной стороны. С другой стороны, очень... В общем, Тель-Авив это не мой город, скажу сразу. Шалом, шалом, всем шалом. Тель-Авив это не мой город. И потом вечером я прилетел в Одессу. И вот в Одессе, ну прямо, очень такая атмосфера одесская. Вот каждый человек, с кем я встретился, на пути из Одессы. Я вспоминаю, очень смешно было. Я прилетаю, прилетаю в аэропорт прямо, да, выхожу. Один из пиктов на меня, овчарка. И мужик с овчаркой этой, да, пограничник такой говорит. Ну что, говорит, сдавайтесь. Говорит, доставайте, что у вас. Я говорю, у меня ничего нет вообще, ничего нет. Он говорит, моя овчарка не ошибается. Ну вот в этот раз ошиблась овчарочка, представляете? Но это была очень для меня необычная такая история. Прямо Одесса, необычный город, да. Хорошо. У нас есть постоянная константа. Константа у нас это Тора. И это очень важно, чтобы было вот это постоянство, фундамент. Все в этом мире меняется. Меняется идеология, ментальность, города, власти. Меняется все, да. Кроме Торы. Тора вечная, Тора неизменная. Тора от Бога. И через Тору можно прямо установить в жизни такой фундамент устойчивости. Причем фундамент навечно. Хорошо. И сегодня у нас, сегодня у нас девятнадцатое получается, да. Сегодня у нас девятнадцатое элуля. Девятнадцатое число месяца элуль. И мы продолжаем изучать недельную главу ТИТОВО. И мы подошли сейчас к очень серьезному моменту. В этом, в сегодняшнем отрывке, в сегодняшнем отрывке 98 проклятий. 98 проклятий, которые Всевышний сказал, придут на еврейский народ, если они не будут соблюдать заповеди. Давайте почитаем об этом, как об этом написано прямо в Тории. И ВАИКРА МОШЕ ЭЛКОЛЬ ИСРАЭЛЬ. ВАИКРА, это как называется наша платформа ВАИКРА. ВАИКРА, да. ВАИКРА переводится слово ИВОЗВАЛ. Само название нашей платформы, кто не знает. ИВОЗВАЛ, вот прямо в Тории написано. ВАИКРА МОШЕ ЭЛКОЛЬ ИСРАЭЛЬ. ИВОЗВАЛ МОШЕ КО всему Израилю. ВАЙОМАРАЛЕЭМ. И сказал он им. Он говорит им. Смотрите, вы видели все, что Бог сделал на ваших глазах. БЕРЭТС МИЦРАЕМ. В земле Израиля. В земле Египта. ЛЕПАРО УЛЕКОЛЬ АВАДАВ. Для фараона и всех его рабов. УЛЕКОЛЬ АРЦОЙ. В всей его земле. МИЦРАЕМ, Египет в то время был неприступной страной. Вообще это была Америка. По сравнению с Египтом того времени. Просто детский сад. Значит, Египет тогда властвовал над всем миром. И фараон это был просто, он себя обожествлял. Он говорил, я Бог, я создал мир. То есть он был настолько мощный и сильный, что просто нереально. Он владел всей мадией, всем колдовством. Представьте, они строили пирамиды. Сейчас не могут эти пирамиды построить, как фараон строил. И вот говорит Машер Абену. Смотрите, все, что является символом материального мира, на ваших глазах упало, рухнуло в один момент. Сейчас американцы убегают из Афганистана. Просто убегают вообще, там просто убегают. То есть то, на что человек пытается здесь зацепиться в этом мире, как за что-то надежное, как за что-то такое, ну прям мощное, это все не работает. Машер говорит, помните, что видели ваши глаза. Все, говорит, чудеса, знати, великие знамения, явления чудесные. Помните. Кстати, это Машер Абену Моисей говорил не только народу Израиля в то время. Он говорил это и всем нам. Потому что каждый из нас видел множество чудес в своей жизни. Множество чудес в своей жизни, когда Всевышний спасал, когда рядом падали там кирпичи, кто-то заболевал. А просто, например, кто вам сказал, что не чудо, что мы живы вообще? Тоже чудо. Почему мы должны жить? Знаете, сколько людей умирает? А если мы посмотрим математическая вероятность выжить за последние 100 поколений, она равна практически нулю. Если математически посчитать, то очень-очень маленькая вероятность. Значит, жизнь человека это чудо. Ежедневное чудо, что иммунная система убивает вирус. Коронавирус это один из вирусов. А знаете, сколько иммунная система в день убивает разных микробов, вредителей, которые... Вот на секунду. Иммунная система выключается и все сгнивает. Человек, когда он умирает, у него выключается иммунная система. Он через час начинает уже полностью гнить, разлагаться. Все. То есть, трупный яд и до свидания. Поэтому чудеса происходят каждый день. Вело... И дальше говорит Машер Абейну им. Представляете, третий отрывок. 29-го... 29-й части. Вело натан... Вело натан ашем лахем лев ледаат вейнам лерот. Он говорит... И не дал вам Бог сердце познать и глаза увидеть. Ве азнаем лишь муа. Ада йо мазе. До этого дня вы не могли это все заметить и увидеть. Это он кому сказал? Поколению, которое в пустыне 40 лет прошло. Ушалиман. Значит, он не им говорил, потому что они не могли не увидеть. Он это говорил следующим поколениям нам. Раша так и объясняет вот то, что сказал Машер Абейну им. Что признать и увидеть милосердие Всесильного, Всевышнего и прилепиться к нему. То есть, когда мы видим вокруг милосердие Всевышнего и благословляем его, благодарим его. То мы через это присоединяемся ко Всевышнему. Это и есть метод присоединения, благодарность. Поэтому Ам-Исраэль называется народ Израиля Еудим. Еудим это прославляющий. И в момент, когда ты прославляешь Всевышнего, это как раз к нему прилепляться. И вот Раша объясняет... Сейчас... Почему написано Ада Йомазет, до этого дня написано, да? Почему он сказал, что до этого дня вы не видели? Слышал я, сказал Раша, да? Он жил тысячу лет назад, Рабишло Мейцхате. Раша это сокращение. Слышал я, что в этот день, когда Машер Абейну дал свиток Торы колену Леви. То есть, Машер Абейну всю Тору, которую он получал 40 лет от Бога, он потом записал в свиток. И свиток этот передал колену Леви. Левиты это колено священников. Значит, пришли все из народа Израиля перед Машер Абейну и сказали ему, Машер Абейну, Машер, учитель нас. Так мы же тоже стояли на горе Синай. И мы же тоже получили Тору. Тору Бог дал всему еврейскому народу. Ума там ашлит, Эдмней. Почему ты тогда ставишь свое колено... Машер Абейну тоже был из колена Леви над нами. Почему? И сказали... И они прям вышли на демонстрацию с возмущением. Не только вам она дана была Тора колену Леви. Всему народу Израиля она дана была. Что Машер Абейну, что сделал, очень обрадовался Машер Абейну. И очень он начал радоваться и говорит... Айо Мазе, вот теперь я вижу, что вы стали сегодня народом Всевышнего. Когда вы хотите получить Тору, когда вам жалко, что вам ее не дали, в этот момент вы стали народом Всевышнего. Значит, он понял, что это и является главной судью человека. Мы, когда вот сейчас приближаемся к Роша Шана, главный вопрос, который будет рассматриваться на суде, на суде в Роша Шана, ты куда двигаешься? Как я дочку когда-то учил, я ей говорю, не важно, что человек говорит, он может тебе говорить самые нейтральные слова. Важно, что он хочет. Он хочет тебя обидеть или он хочет тебе сделать хорошо. Бывает, что человек говорит какие-то слова не очень хорошие, но его намерение сделать тебе хорошо. Бывает, что человек говорит тебе самые приятные слова, но это его намерение очень плохое. Поэтому в Роша Шана самое главное намерение. Хочешь ты соединиться со Всевышним, хочешь ты принять Тору, хочешь ты делать больше заповедей, хочешь ты жить более святой жизнью, значит ты два дня стоишь и просишь Всевышнего, говоришь, вот мое желание, я хочу. И это самое главное. Это как передний привод, который вытаскивает человека из любой ямы. То есть главное, что ты хочешь. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Но самое главное, вот это вот намерение. Хорошо, дальше Машар Абейну говорит. И я вас водил 40 лет по пустыне. И он говорит, посмотрите, ваше платье, ваша одежда, она не прохудилась. И ваши, даже туфельки ваши не сносились, не ветшало на ваших ногах ваши туфли. Он говорит, посмотрите, что творится. Лэхэм луахальтэм, вы хлеб не ели и вино не пили. Для того, чтобы вы познали, что я бог всесильный ваш. То есть Всевышний 40 лет делал для них чудеса, ежедневные, ежедневные чудеса. В итоге, он им перечисляет дальше, что было хорошего. Перечисляет, он перечисляет, и что? А, это уже на шаббатный день. Это уже на шаббатный день я читаю. Это, секунду, вот на пятницу. Это я открыл последний короткий отрывочек в этой главе, который к шабату относится, к субботе. А к сегодняшнему дню, к пятнице, относится другое. Я не то вам читал. Я вам читал уже конец недельной главы. Здесь, в сегодняшней недельной главе, значит, как раз в сегодняшнем отрывке, рассказывается проклятие. 98 проклятий, которые, которые прям страшное дело. Даже не хочу их читать. Можете сами почитать, если хотите. То есть, очень-очень большие проклятия. За что? Вплоть до того, что там мор будет, и язвы, и истребить тебя народ с земли, поразить тебя Бог чахоткой, и лихорадкой, и горячкой, и огневицей, и мечом, и суховеем, и желтяницей, и преследовать будут тебя до подебели твоей. Страшное дело, что будет. А за что? Сейчас мы узнаем, за что. Вот мы листаем 98 проклятий. 98 проклятий, включая такие страшные. Поразить тебя, Господь, безумием и слепотой, и сердечным смятением. Жуть вообще. Такие лучше даже не читать все эти проклятия. И что? И будешь ты к изумлению, притчей и присловием среди всех народов, куда направит тебя Господь. К изумлению, да? То есть, все будут удивляться, что ж такое с евреями. 2000 лет евреи ходили, представляете, странный народ такой, ходят по всему миру. Ни с кем не смешиваются. Их заставляют, примите ислам, примите христианство. Они говорят, нет. А мы вас убьем. Все. Убивайте, не примем. А мы вас все заберем. Забирайте, не примем. Их выгоняют. Из Франции, из Англии, из Испании, из... Отовсюду. Украина, Польша. А они 2000 лет ходят, как написано в 37-м отрывке, в 37-м отрывке главы Титово. И будешь ты к изумлению, притчам и присловием среди всех народов, куда направит тебя Господь. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сынов и дочерей породишь, но не будут они при тебе, ибо пойдут в плен. В общем, жуть. Жуть. И так далее. И дальше 45-й отрывок. 45-й отрывок. Читаем. Убао, Олеха, Коля, Клалот, Аэле, избудутся и придут на тебя все проклятия эти, Вереда, Фуха, Вааси, Гуха, и они будут тебя преследовать и настигать. Представляете? Ад и Шамдах, пока не уничтожат тебя. Тило, Шамата, Беколя, Шемелокеха, потому что не слушал ты голоса Бога Всесильного твоего. Лишмор Митсвотав, слушать его заповеди. Выхукатав, его постановления о Шертьевах, потому что ты не хотел это все слушать. То есть, я это не рассматриваю как проклятие, как наказание, а это последствия. То есть, Всевышний дал прекрасную Тору и говорит, если будете соблюдать, будет все. Будет жизнь, здоровье, счастье, успех, любовь. И у вас, и у всего мира, и у детей ваших все будет. Теперь, а если не будете соблюдать, твой выбор. Хочешь сунуть пальцы в розетку, пожалуйста, ударить током. Хочешь наркотиками колоться, знай, вот тебе, наркоманы, умрешь. Хочешь заниматься беспорядочными связями половыми, вот тебе, пожалуйста, 2% с ПИДом, значит, 80% от других венерических заболеваний. Твой выбор. Хочешь, пожалуйста, свобода. Теперь, и будут, еще раз продолжаем, 46-й отрывок. Ваюбыха леот улемуфет у безараха адулан. Он говорит, и будут они на тебе знамением, и чудесным явлением, на тебе и на потомстве твоем вовете. Все умные люди, там, Чехов, я не помню, разные писатели, они все время говорят, вот еврейский народ, он опровергает все законы природы. Вот он как раз свидетельство того, что есть чудеса на земле. Вот оно, свидетельство того, что есть Всевышний. Теперь, вот это то, что здесь написано, что будут они на тебе, все вот эти вот и благословения, и проклятия, будут они чудесным знамением. И за что придут они вот эти проклятия? То есть проклятия они более доказывают и более удивляют, чем благословения. Благословения вызывают зависть, а проклятия, они думают, вот смотри, как Бог их наказывает, а? Две тысячи лет земля ждет, а они ходят по миру, скитаются. Это же удивительно. И вот тут интересный сорок седьмой отрывок, мой любимый в Торе, вообще, мой любимый в Торе. Написано в нем так, сорок седьмой отрывок. Написано в Торе так, прямой текст, перевод. Из-за того, что не служил ты Богу всесильному бессимха в радости, убыту вливав, и когда было хорошо твоему сердцу, миров коль, когда было у тебя много всего. Ражи в этом месте объясняет, когда тебе было хорошо, так ты не служил Богу. Ты говорил, а, зачем мне это все надо? И вот поэтому, из-за того, что ты не служил Богу, когда было все хорошо, ты переставал выполнять его заповеди, и поэтому приходят все проклятия. Теперь Аризаль и Хасиды, они говорят, ну, Хасидское направление в Торе, они как бы глубоко смотрят, и они говорят такую вещь. Тут главное не то, что ты не служил Богу, когда было у тебя все хорошо, тут главное слово радость. Что даже если ты служил Богу, но у тебя не было радости, значит, придут на тебя эти проклятия. Так они говорили. То есть, они говорили, недостаточно служить Богу просто так, надо служить Богу в радости. Это главный критерий, который показывает, что ты служишь правильно. И дальше, 48-й отрывок, нету выбора. Он говорит так. Если ты не будешь служить Богу в радости, когда у тебя все хорошо, значит, придут на тебя все эти проклятия. И 48-й отрывок. И будешь ты обслуживать, будешь ты служить своим врагам. Который пошлет на тебя Бог с голодом, со всеми делами. То есть, вариантов нет. Вот если кто меня слушает сейчас, перешлите всем евреям. Тора Бог, это истина. Бог не обманывает. Вариантов нет. Или ты живешь по Торе, выполняешь заповеди, или будет все плохо. Все. Бог предупреждал неоднократно. И он даже дальше написано, что поднимет Господь против тебя народ издалека, с края земли. Как налетает орел, народ, языка которого ты не поймешь. Кто разрушил храм? Римляне. Римляне, какие у них были в флаге в это время? Орел. С края земли для Израиля. Рим, Италия, это край земли вообще непонятный. Непонятный край земли. И прилетели они. Народ дерзкий, который не почтит старика и отрока, не пощадит. Вырезали они тогда 2000 лет назад больше миллиона евреев. Угнали остальных, кого в Рим, кого куда. И опустел Израиль 2000 лет назад. А они построили Колизей. Колизей. Дальше опять идут проклятия, проклятия, проклятия. Давайте конец главы. Все, хочется. Концовка будет хорошая. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. И рассея тебя, Бог, меж всех народов, от края земли до края земли. Ты будешь служить там чужим божествам, которых не знал ни ты, ни твои отцы, дереву и камню. Прямо в Торе написано. Прямым текстом. Три тысячи триста тридцать три года назад. Значит, не будет покоя твоей наде. 98 проклятий. Будет жизнь твоя висеть перед тобой в страхе. Будешь ты днем и ночью. Вечером будешь сказать, что вообще хочу просто лучше всего умереть. И вот часть секундочку. Концовочка, концовка. Концовка 69 отрывок. Эле деврей абрит. Это слова союза. Ашер цива ашем эт моше, который приказал Бог Моше Моисею. Лекрот эт бнеисраэль бэрец муав. Заключить с народом Израиля в земле муав. Мельват абрит ашер карат и тамбехрев. Кроме того союза, который он заключил с ними на горе Синай при получении Торы. Все. Это союз. Понятно? Значит, Максим Перенчук знает, понимает. И мы все понимаем, что надо договор держать. И договор со Всевышним, это не договор с кем-то непонятно. Это Всевышний. То есть он выполняется в любом случае. Знаешь ты об этом, не знаешь. Хочешь ты этого, не хочешь. Так работает мир. Союз вечный. Правильно говорит Дмитрий Ластуха. Союз вечный. Всем шаббат шалом. Шаббат это знак союза между нами и Всевышним. Говорят, что тот, кто соблюдает шаббат, ему прощаются все грехи. Как они вдруг прощаются? Потому что сам шаббат, это как миква. Ты оп, переходишь в новое состояние и на следующую неделю заново рожаешься. У нас осталось несколько шаббатов до Рошашана. То есть шаббат это время заново родиться. Потом Рошашана это время заново родиться и перейти на передний привод. Желание соединиться со Всевышним, выполнять заповеди. В следующем году взять на себя чуть больше. Кто еще не сделал обрезание или вокруг вас есть необрезанный союз с Богом, это Джокер. Перед Рошашана сделать обрезание, это прийти ко Всевышнему на суд с очень-очень серьезной картой. Вот смотрите, Джокер, да? Я вступил в союз с Богом. Или если вы кого-то привели в союз с Богом, это тоже Джокер. Поэтому если вы хотите именно проявить себя, получить знак героя Божественного Союза, значит у вас есть возможность. Если вы еще не обрезанный, вы еврей. От мамы вреете, от бабушки вреете, от прабабушки вреете. Главное по материнской линии. Если вы еврей по материнской линии, даже прапрапрабабушки, но у вас есть документ, делайте. Если в округе есть кто-то необрезанный, все значит его затащите и обрежьте. Все, удачи, всем успехов, шаббат, шалом. Ктивава, хатима, това. Чтобы была у всех хорошая запись и хорошая, значит хорошая печать. Все, всем удачи, успехов. Пока.